Приветствую всех на канале Гаджетмания. Сегодня мы с вами распакуем iPhone 5s. Второй по счету восстановленный с Алиэкспресс. Друзья, вы написали большое количество комментариев, большое количество лайков поставили под предыдущим видео о распаковке iPhone 5s. Что ж, друзья, мне очень интересно, что же все-таки вы думаете по-честному, потому что многие из вас, скорее всего, школьники, и когда вы пишете, что я купил или мне подарили iPhone 5s, то, скорее всего, в 60% вы врете. Если есть адекваты, напишите, я адекватен, и я на самом деле считаю то-то-то насчет восстановленных iPhone, без разницы, какой модели, с Алиэкспресс. Итак, это новое видео на канале Гаджетмания. Мы начинаем. Поехали! Первая посылочка у нас была Гонконга, то есть отправление было с Гонконга. Шло порядка двух-трех недель, я уже точно не помню, можете посмотреть в распаковке первого iPhone 5s. Это номер два, и все это было отправлено в почту Финляндии. Шло порядка четырех недель. Мне нравится, когда продавец отправляет вот в таких вот желтеньких коробочках, точнее коробочка, скорее всего, беленькая, а это скотч. Ну что ж, давайте распакуем и посмотрим, что внутри. Ну, внутри, понятное дело, будет iPhone. Единственное, на что хотелось бы обратить внимание, я сам обратил, и, скорее всего, вам тоже будет так приходить. Это тот момент, когда продавец указывает, что это у нас запчасти, то есть это у нас не Phone, не MP3 Player. Это у нас Repair на, то есть запасные части, на сумму в 20 долларов. Честно, по-моему, вот здесь вот должна быть, да, здесь должна быть какая-то штука. Вроде как открывашка. Сейчас мы все это быстро с вами откроем и посмотрим. Мне очень нравится, когда приходит все вот в таких вот коробочках. Когда добросовестный продавец, а мы нашли непосредственно двух добросовестных продавцов, посмотрели на скорость доставки. Пока Гонконг выигрывает, то есть примерно на неделю посылка пришла раньше, даже, может быть, чуть больше, чем неделя. Здесь, соответственно, тоже все, но там был пакет. Здесь, соответственно, вот такой вот пенопластовый коробок, и внутри у нас лежит непосредственно сам товар. Итак, что же у нас здесь получается? Это откладываем в сторонку. У нас есть название магазина. Ссылочка на магазин будет в описании под этим видео, как и под любым другим видео на канале GadgetMoney. И достаем непосредственно сам iPhone. Сам iPhone, помимо того, что он упакован вот в эту красивую коробку, так он еще и упакован в пупырку. Пупырку – это очень хорошо. Пока iPhone в сторонку. В коробочке у нас больше ничего нет. Коробка тоже в сторонку. Пупырочка – это очень хорошо. То есть, просите, пишите комментарии к заказу, комментарии к заказу о том, что вы просите хорошо упаковать. Я всегда пишу эти несколько фраз на английском языке, и достаточно все благополучно приходит. Итак, защитное стекло у нас, соответственно, в сторонке. Магазин еще раз Rainbow. Это второй iPhone 5s. И давайте посмотрим более близко, как я понимаю, вы хотите посмотреть более близко на коробочку. Друзья, в Китае, в городе Гуанчжоу, Шэньчжэнь, по-моему, если я не ошибаюсь, есть специализированный рынок электроники. Много-много этажей, много-много сотен всяких прилавков, где продается все для того, чтобы сделать вам iPhone. То есть, как сами iPhone новые, так и БУ, так и запчасти к ним. И продаются, конечно же, коробки. Коробки – это отдельное искусство. То есть, все, что вы видите на восстановленных iPhone'ах, на коробках от восстановленных iPhone'ов, это наклеивается буквально за считанные секунды. Специально обученный человек, я смотрел ролики, где это делала девушка, и запаковывается специальным феном. То есть, это полиэтилен. Очень похожая упаковка, которую делает Apple. Даже немножко может быть аккуратнее, чем делает Apple. Но все это коробочки не оригинальные. Имейте это в виду. Если вы перфекционист и считаете, что iPhone 5s в 2017 году – это, скажем так, не совсем хороший выбор, то можете выключать это видео. Если вы считаете, что до сих пор iPhone 5s в том числе и восстановленный, гуд штука, то тогда смотрим до конца. Не так давно, буквально несколько дней назад, я выпустил видео о том, что все-таки такие отличия есть от оригинального iPhone 5s, ни разу не восстановленного и восстановленного. Что у нас здесь есть? Заказывали Space Gray на 16 гигов. Пока мы видим, что это Space Gray на 16 гигов. Модель А1457, соответственно, LTE на территории Российской Федерации будет поддерживаться во всех частотах и во всех диапазонах. Аккуратненько все это дело разрезаем, потому что нам еще iPhone вместе с коробкой, соответственно, отдавать человеку. Обязательно снимайте видеораспаковки, особенно если вы заказываете восстановленную продукцию с Алиэкспресса, без разницы откуда, для того, чтобы если что-то у вас пойдет не так, то вы смогли все это дело доказать. Ну что ж, в коробке никаких претензий нет. Новая коробочка, запечатанная. Открываем. Пампс. Смотрите, друзья. Вот он. Новенький восстановленный iPhone 5s. Давайте его на несколько секунд отложим в стороночку и посмотрим, что у нас в упаковке. Как правило, почему-то именно коробки от iPhone 5s немножко не дозакрываются, то есть крышка не прилегает до конца и не влезает, точнее, туда полностью устройство, и поэтому коробка смотрится типа полуоткрытой, то есть не до конца закрытой. Здесь же все, в принципе, нормально. Из чего я могу делать плюсик. Это у нас обычная такая штукенция. Здесь, повторюсь, здесь у нас немножко все получше, как мне кажется, потому что я уже вижу немножко другую аксессуарику. И давайте разберемся поближе. Что же мы здесь получаем? Если вы помните и смотрели распаковку предыдущего восстановленного iPhone 5s, то там был блочок, который я в последствии немножко, скажем так, ругал и не рекомендовал пользоваться данным блочком. Этот же блочок немножко новее сам по себе как модель, и, в принципе, им пользоваться уже возможно. Вот смотрите, как упаковывают. То есть наушники в оригинальном iPhone 5s, они лежат немножко не так. То есть они должны находиться вот так вот, непосредственно к пользователю. Ну что ж, у нас есть неоригинальные AirPods. Ну, в принципе, на первое время пойдет. Это двухдолларовые наушники, которые можно использовать в самом-самом начале использования вашего новенького восстановленного iPhone 5s. Но с кабелем. Кабель здесь у нас, конечно же, не очень хорошего качества. Почему не очень хорошего качества? Он обычный комплектный кабель к любому восстановленному смартфону, если это iPhone. Но вот по оплетке и по соединению к USB и к самому Lightning, я его не буду распаковывать, потому что, чтобы сохранить вид нового, соответственно, комплекта и нового смартфона, я реально понимаю, что этот кабель не очень хорошего качества. Поверьте мне на слово. То есть, у нас в том случае получилось, что у нас зарядка не совсем хорошего качества. И вроде бы неплохой кабель. Здесь совсем наоборот. Здесь зарядка более-менее, но кабель так себе. В принципе, больше в комплекте ничего нет. Есть документация. Hello, git. Start, git. И, в принципе, больше всего. Больше ничего нет. И скрепочка для того, чтобы извлечь лоток для сим-карт. Мы в прошлый раз этого не делали. Видите, эта зарядка просто-напросто не помещается. То есть, коробки сами китайцы подделывают и не могут подделать так, чтобы это все дело помещалось. Здесь у нас находится вот как раз-таки этот сим-толкатель. Айскрепка, так называемая. И Hello, start, git. Видео вот такой вот макулатуры. Последнее время, конечно же, за последние года, скажем так, Тойозы очень сильно хорошо научились все это дело у нас копировать. И сейчас мы будем это все дело с вами рассматривать. Ну что ж, давайте закроем коробочку. Прям в прямом эфире. В 8 минут мы с вами уже разговариваем о восстановленном айфоне. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, что же здесь такое. Сразу хочу обратить ваше внимание о том, что на предыдущей версии у нас не было пломб. Здесь у нас присутствует такая пломба. То есть китаец немножко посерьезнее относится к своей продукции. К продукции, которую он предлагает на продажу российским и не только российским пользователям. И сразу же понимаем, то есть даже если вы не профессионал в плане IT-технологий или восстановленных устройств, и первый раз вообще берете айфон в руки, в первую очередь посмотрите на лоток. Если вот он такого темненького цвета, соответственно, что-то с вашим телефоном не так до этого было. Если, допустим, вы покупаете смартфон с рук. Здесь же у нас смартфон а-ля новый, и поэтому мы по этому лотку понимаем, что это смартфон восстановленный. Потому что с ним лоток у нас немножко темнее по корпусу, чем сам, соответственно, цвет айфона. С цветом угадали. Space Gray. Более все лучше смотрится, что у нас здесь по светодиодной вспышке. По предыдущей модели, если вы все-таки тот зритель, который смотрели тот ролик, сегодня много отсылок к тому ролику об айфоне 5S, который набрал уже порядка 15 тысяч, это достаточно большое количество просмотров. Там, в момент распаковки, я жаловался, точнее, людям было непонятно, как показывает себя камера. Так вот, после того, как заднюю пленку сняли для проверки камеры, камера себя показывает очень-очень хорошо. То есть, скорее всего, там стоит неоригинальный модуль, и здесь, скорее всего, будет стоять неоригинальный модуль, но очень хороший его аналог. Включишься ты? Заряжен? Да, заряжен. Прикольно. Ну что, рассказывать, где что находится, давайте быстренько пробежимся. Это у нас триггер переключения режимов из беззвучного в звучный. Две кнопки управления громкостью. На левой грани у нас больше ничего, кроме разделителя антон нету. Снизу у нас присутствует 3,5 джек для наушников. Кстати, здесь он сделан заподлицо, то есть уже здесь корпус на этой модели телефона. На этом восстановленном айфоне лучше, чем, допустим, на той. У нас присутствуют болтики, они есть, это все хорошо. Вход для Lightning коннектора, кнопка включения-выключения. На правой грани у нас только лоток под сим-карты, больше, в принципе, ничего нет. Друзья, по первым впечатлениям я высказываю всегда честное свое мнение. Давайте посмотрим, что нас ожидает за плюс-минус 200 долларов в зависимости от объема памяти. Если вы смотрели тот предыдущий ролик, если не смотрели, я вам скажу. Тот смартфон был уже непосредственно включен, и никакие первоначальные настройки для него не требовались. Я думаю, что этот смартфон надо будет подсоединить сейчас к Wi-Fi и без проблем активировать. Потому что, скорее всего, никакой гарантии не будет, и активация это всего лишь, ну, просто так, знаете, указывает, что нет сим-карты. Просто для того, чтобы мы понимали, точнее, ощущали, что это новенький смартфон. Указываем русский язык, все без проблем. Здесь страна Китай, мы нифига не в Китае сейчас, а чему-то об России. Пока я все это дело проделываю, вы пока можете поставить на паузу или просто спуститься в комментариях и написать, что вы думаете по всему этому поводу и вообще свое честное отношение. Если вы взрослый, благоразумный человек, я очень жду ваших позитивных оценок и комментариев. Так, вставьте сим-карту. У нас есть специальная сим-карта для активации. Сим-карта пустышка, скажем так. В свое время я занимался заказом с eBay айфонов. Это были далекие 2009-2010 год. Это было 7 лет назад, когда я, скажем так, на заказ возил смартфоны. Итак, вводим у нас пароль от Wi-Fi. Вскрывать абсолютно нечего, потому что я думаю, что вы не придете и не будете подключаться к моему Wi-Fi. Если придете, то милости просим. Активация iPhone, то есть у нас прям все по-взросленькому в этой модельке. Включить геолокацию. Смотрите, друзья, сразу, чтобы отпали все возможности, точнее все вопросы о настройке Touch ID. Работает, не работает? Друзья, работает. Я очень тщательно отношусь к подбору продавцов, у которых я покупаю товар. Тем более, если я покупаю товар своим очень близким, друзьям или знакомым. Или тем более себе. Поэтому оба продавца были тщательно отобраны по многим критериям. Итак, настроить Touch ID позже. Из чего мы делаем вывод, что у нас Touch ID работает. Не добавлять пароль. Потому что вы можете сказать сейчас покорекать или согласиться со мной. Так, перенести данные, настроить как новый. Да, как новый, конечно же. Очень хорошо. Сразу мы видим, что у нас не присутствуют никакие iCloud. Это очень хорошо. Потому что бывает, что китайцы просто делают так, что забывают выйти из своего iCloud. И в таких случаях, в принципе, ваш iPhone превращается просто в пустышку. И вы не можете ничего поделать. Так вот, к чему это я? К тому, что сканер отпечатка пальцев, поверьте мне и моему опыту. В общем, друзья, сканер отпечатка пальцев, он, если есть в настройках, то значит он работает. Если он в настройках не подсвеченный, светится таким серым. А сейчас в предначальных настройках, иначе это будет невозможно было делать. Ну, давайте еще раз для убедительности я зайду в Touch ID пароль, добавить отпечатку пальцев. И, соответственно, вот я бы не смог, если бы эта функция не работала, и он не работал, я бы не смог этого сделать. Так что я позадумываюсь уже о приобретении iPhone 5S на 64 гига. Потому что на самом деле 5S очень удобный аппарат. Так, что мы должны сделать? Мы должны посмотреть, действительно ли это на 16 гигов, или нам повезло это больше. Нет, к сожалению, это на 16 гигов. Если вы помните, что на том iPhone была операционная система 8.4, по-моему, 1, если я не ошибаюсь, здесь у нас 9.2.1. Немножко поновее операционная система, но ничего страшного. Мы сразу видим, что у нас засветов на дисплее нет. Вы можете посмотреть под разными углами. Если есть засветы, то это вот такие вот отсутствующие здесь темные пятнышки, предполагаемые попадания влаги, или каких-либо ударов, или вообще чего-либо дней совсем хорошего. Здесь на максимальной яркости ничего нет, поэтому с дисплеем все в порядке. Это я уже вижу. Выключаем Wi-Fi, точнее, включаем Bluetooth. Он работает. Включенный Wi-Fi пускай остается. Нам осталось проверить только звук и, в принципе, работу камеры. На этом, я думаю, распаковку восстановленного iPhone 5S номер 2. А если вы поставите много лайков и поделитесь этим видео, будут еще и другие восстановленные iPhone из Китая. Так, аккумулятор у нас. Также были вопросы по поводу аккумулятора. Как живет? Со временем, я думаю, надо будет заменять, но он стоит копейки, то есть 500-600 рублей. Это, в принципе, все без проблем делается. Так, звуки. Заходим в звуки. Все работает, то есть без проблем. А вибромотор работает. В принципе, мы проверили iPhone практически полностью. За кадром я вставлю туда сим-карту, если будут какие-то проблемы, я напишу об этом в описании к этому видео, что были проблемы и он не работает. Но я думаю, что будет все хорошо. Нам осталось проверить только камеру. Включаем камеру. Разрешаем. Разрешаем ей все. Снимай меня полностью, говорит нам камера. И мы тут уже видим, что, в принципе, камера работает отлично. У нас фокус присутствует. Все. Отлично, камера работает для восстановленного смартфона. Вот так вот выглядит. Оп, оп, оп. Оп, вот такой вот. Вот такой вот я. Итак, внешняя камера селфи. Оп, оп, работает. Все без проблем. Переключаем. Все это у нас нормально. Ну что ж, друзья. По первым впечатлениям, сразу скажу так. Мне данная, скажем так, партия айфонов понравилась. То есть я не могу пока сказать никаких минусов. Они, скорее всего, может быть, с последствий появятся. Может быть, нет. Чтобы это все было хорошо. Все базовые функции восстановленного айфона 5s, которые мы с вами только что распаковали, работают исправно. Дальше будет видно. Дисплей по сочности. Ну что, друзья. Ну, дисплей как дисплей. Скорее всего, это восстановленный. Точнее, подоригинал. Это неоригинальный дисплей. Но на 4 дюймах, я думаю, что вам и такого дисплея будет с головой. По другим впечатлениям, скажем так. Коробочка немножко получше. Аксессуары свои плюсы, свои минусы. Здесь, на этой модели телефона, видно отношение продавца, что он немножко, скажем так, педантичнее, аккуратнее относится к своей продукции, которую он продает. Соответственно, из-за того, что присутствует пломба, это мелочь, но приятно. О том, что этот телефон был не активированный. Хотя они все активированы, но хотя бы скинул до заводских настроек. То есть, в принципе, в перевес в несколько, скажем так, моих впечатлительных баллов в сторону вот этой вот модельки. Чем, допустим, iPhone 5s, который из первого видео. Но оба, повторюсь, оба смартфона достойны для того, чтобы их заказывать. Друзья, в первую очередь я хочу вам сказать огромное спасибо за то, что посмотрели данный ролик. Если вы посмотрели до этого момента и считаете, что вы молодец, то обязательно напишите об этом в комментариях. Потому что я считаю, что кто смотрит до конца ролики ютюберов, они вообще супергерои. Напишите, я досмотрел до конца, мне будет очень приятно. Я отвечаю на каждый из ваших комментариев. Далее, напишите, стоит ли сравнивать тот iPhone 5s с этим iPhone 5s. Стоит ли сравнивать три этих, точнее два этих смартфона с оригинальным iPhone 5s. И что еще? И стоит ли заказывать iPhone 6 восстановленный? И вот, вот, пока не забыл. Друзья, если вы будете заказывать, не скупитесь. Добавьте тысячу-полторы, там, небольшое количество денег, но покупайте как минимум 32. А лучше 64 гигабайта. Потому что в следующий раз iPhone 5s я буду брать на 64 гигабайта. Пока все. Пока так. То есть, подписывайтесь на канал. Стандартные фразочки. Мы есть в социальных сетях. Все ссылки в описании под этим видео. У нас есть уютный чат ВКонтакте, кстати. Заходите. Ссылки, как всегда, в описании под этим видео. И, конечно же, пользуйтесь сайтом gadgetmania.ru для того, чтобы экономить на покупках в интернете. Это мега позитивный, удобный ресурс, где вы можете найти самые интересные скидки, предложения по акциям, распродажам, которые мы находим специально для вас в интернете. Еще мы есть в Твиттере, в Инстаграме. В общем, все в описании, друзья. Всегда чекайте описание. Все ссылки там я проверяю лично и все они рабочие. Совсем скоро увидимся. Ставь лайк и не забудь подписаться. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok